Так, сначала хлебушек, потом колбаску, сырочек, потом ещё раз хлебушек, колбаска, сырок. Накрываем хрустящей корочкой. Ммм, такая красота, даже ей жалко. Никита, у тебя аккумуляторы на камере заряжены? Да, а что? Собирайся скорее, Илоне на съёмку нужно, а Илья в пробке застрял. Ульяна, ты что, я даже ещё не позавтракал. Боже! Ладно, хорошо. Да никто его не заберёт, пойдём. Если вы не любите читать, значит, просто ещё не нашли свою книгу. Спросим у жителей города, какие их книги любимые. Мне очень нравятся цветы для Элджерона, Моби Дик. И я очень люблю все книги, все произведения Лавкрафта. Книга Карамай, путешествия по Дикому Западу. Чак Паланик, бойцовский клуб. Мастера Маргарита Булгакова, очень нравится. А я люблю книги с разноцветными картинками. Илона Хуак, он для всё по-взрослому. Как думаешь, рекламу нормально это сняли? Да нормально. Главное, чтобы было очень много вкусностей. Ещё бы. Так, признавайтесь, кто съел ему самый лучший в мире бутерброд? Ты или ты? Да не брали мы твой бутер, он только что из кондитерской. Рекламу там снимали, знаешь, сколько там вкусностей? О, кондитерская. График съёмок? Теперь ему числю поедателя чужих сэндвичей. Так, Кирилл и Машин на военном полигоне были, учения снимали. Нет, они не могли. Там всегда кормят. Военная полевая кухня и всё такое. Так, Пашка и Соня были на открытии нового суши-бара. Почему некоторым визитам не как всегда? А это что? Сюжет. Тема не заявлена. А ну-ка, посмотрю его в эфире. Помните известное стихотворение «Если был бы я девчонкой»? Оно о том, как много чего мог бы сделать мальчик, если бы решился выполнить женские обязанности. А я думаю, что современный мужчина с лёгкостью справится со всеми домашними поручениями. И сейчас я вам это докажу. Моя мама оставила мне список дел, которые мне надо сделать не хуже её. Вот он. Погладить футболку, приготовить яичницу, вымыть зеркало. Мама всё это уже сделала, так что моя цель – повторить все эти задания с таким же успехом. И у меня это получится. Лучше, наверное, яичницу пожарить. Мне так кажется. Любит готовить. А хуже, наверное, погладить. Он умеет готовить лапшу молочную, научился. Он умеет готовить борщ, на самом деле, да. Яичницу, картошку. Любит готовить, на самом деле. Просят научить его жарить блины. Но это очень сложно, я пока не решаюсь. Ну что ж, я закончил. Давайте сравним. Этот эксперимент доказал, что мальчишки могут справляться с любой женской работой. А значит, советую вам чаще помогать вашим любимым мамам. Радовалась свою маму Никита Бучинский специально для «Всё по-взрослому». Так, опять мимо. А кто у нас сегодня дежурит? Кто новости записывает? А, Дарья Михайловна. Ну, я им сейчас сдам. Вот они, похитители кулинарных шедевров. Больше некому. Ну, берегитесь. Ммм, тихо идёт запись. Ничего, я подожду. Всем привет! В эфире новости. С вами Таисия Ковальчук-Ковалевская. Сегодня в выпуске. Удары и махи. Термены не спортивных, а восточных танцев. Маленькие корреспонденты выучили пару движений. Чудеса техники. Робот-переводчик в действии. Первое журналистское расследование в нашей программе. Танец живота – это только одно из направлений восточных танцев. Попробовали повторить за учителем грациозные движения нашей маленькой девочкой-корреспондентки. В школе Африканы изучают самые разные направления по хореографии. А мы сегодня с девчонками выучим основы восточного танца. Шаг. Внимательно. И да. Да, да, да. Налевую. И назад. А, молодцы, хорошо. Ручки. Высокие, высокие. Наша цель – узнать больше о восточной культуре и выучить основные комбинации. Начинаем. С Марьям учить движение интересно и легко. Танцуешь и как будто в сказку попадаешь. А теперь плечи сильные, сильные, сильные. Руки высокие. Плечиками. Вот так. Быстро, быстро. Вниз. Так, а, так, а, там. Еще вниз. Лапки упали. Раз, два, три. Молодцы. А теперь крыло большое. Большое. В перерыве берем интервью. А правда, что восточные танцы одни из самых старых? Расскажите немного о его истории. На самом деле старейший танец, его танцевали много-много тысячелетий назад. Еще когда даже не было магнитофонов музыкальных, планшетов, да, и так далее. То есть у людей был только барабан, да, чтобы отбивать ритм какой-то. Этого было достаточно, чтобы женщина уже могла, когда у нее хорошее настроение, да, когда девчонки собирались вместе, подружки, им нечего было делать, вместо того, чтобы грустить, они начинали просто танцевать. Марьям танцует уже более 20 лет. Столько, сколько себя помнит, потому что родилась она как раз на Ближнем Востоке, в местах, где этот танец – часть культурных традиций. Это же национальный свой танец, который с детства, ты видишь его там дома, в гостях, к тебе приходят гости, они у тебя танцуют, ты идешь в гости, ты танцуешь. Какая-то свадьба собирается весь город, начиная от тех, кто, в принципе, только-только научился ходить, да, и заканчивал бабушками пожилыми. Это с детства постепенно, постепенно оно все, как сказать, впитывается. А потом уже, когда я стала постарше, конечно, я уже пошла в академию, в хореографию, в профессиональный зал, стала все это заниматься более серьезно. Восточный танец помогает развить координацию, пластичность, грациозность. Девочки начинают чувствовать ритм движений и музыку, появляется красивая осанка, а еще отличное настроение. В танце самое главное не руки, ноги, да, как получается, насколько хорошо получается. В танце самое главное – это улыбка. Это искренняя улыбка, наслаждение танцем. Попробовали себя в роли Жасмин, Лена Береснева, Ксюша Грабовец, Настя Шафранова, Полина Сорока и Яна Немкова. Специально для «Все по-взрослому». Когда вы переводите тексты по-английскому с помощью компьютерной программы, знайте, это сразу становится ясным учителем. Вам светит двойка. Почему? Посмотрите эксперимент наших журналистов, и вы все поймете сами. Интернет тебе в помощь. Часто говорят человеку, если он не знает ответ на какой-то вопрос. Но пользоваться глобальной сетью тоже нужно с умом. Например, мы сегодня докажем, что не всегда нужно доверять онлайн-переводчику. Мы взяли самые известные песни и отправили их в специальную программу для перевода. Теперь случайным методом выберем язык. Я выбираю Тому. Какой у тебя язык? У меня китайский. Значит, сегодня будем переводить с китайского языка. Теперь переведем на китайский и обратно. Вот что у нас получилось. Он ел только один горшок. Он ел только один горшок. Я не касаюсь и мошки. И с мухами он мой друг. Представьте себе, представьте себе. Не трогайте средства от насекомых. Не забывайте, что я буду, я буду. Я бы поздороваться и поговорить. Ах, привет, река настолько широк. Ах, привет, горы здесь высоко. А крокодилы, бегемоты, а киты, обезьяны, а зеленый попугай, а зеленый попугай. Я открыл холодильник, колбасу. Я открыл коробку хлеба. Возьмите два. Бутеры икс-три. Бутер, бутер, бутер готов, детка. Обожаю, это же группа хлеб. Элегантный филиал, ниже опущенный. Наш шоколад лечения, рыбка. Наш шоколад лечения, рыбка. Дайте постоять под елку, товарищи скитанец. Весело, весело. Праздните с наступающим Новым годом. Весело, весело. Праздните с наступающим Новым годом. Ну что, вы узнали? Нет. Это же песня маленькой елочки холодно зимой. Наш эксперимент оказался очень смешным и доказал, что переводить тексты нужно вдумчиво, по словам, а никак не целиком. Потому что учительница будет плохо от смеха. Мария Колесникова. Колышкина Милана. Специально для... Все по-взрослому. Всем привет. В студии Алина Карабак. И это интересные факты о погоде. Прогноз погоды вовсе не тыканье пальцем в небо. Чтобы выяснить, какая завтра будет погода, синоптики пользуются данными 10 тысяч метеостанций, расположенных по всей планете. Все эти станции связаны между собой. Сегодня профессия синоптик вполне безопасная. А было время, когда она считалась одной из самых рискованных. В 17 веке в Англии действовал закон, каравший синоптиков за ошибки в прогнозах смертной казнью. Неудивительно, что желающих предсказывать погоду в ту пору было маловато. Считается, что одни из самых точных синоптиков в мире – животные. Правда, и они зачастую могут ошибаться. Взять хотя бы самого известного мохнатого метеоролога Сурка Фила, проживавшего в американском городке Панксатони, по наблюдениям, если зверек в виде сурка видит собственную тень и прячется обратно в норку, зима продержится еще 6 недель. Если тени нет, весна совсем близко. Только вот в более чем половине случаев грызун привирает. Прогноз по Филу даже менее точен, чем простое подбрасывание монетки. На этом у меня все. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Никита! Вот ты где! Тебя по всей компании ищу. Держи свой бутер. А как же? А где же он был? Я его в холодильник положила, чтобы он не испортился. Мой самый вкусный, мой самый любимый бутерброд. Ну так что, аккумуляторы заряжены, у нас съемка. Ну уж нет!